Всем привет! Вы на канале F1 Stelsic. Не прошло и пару дней после завершения сезона гонкой в Абу-Даби, и у нас есть информационный повод для того, чтобы записать новый ролик и имя ему Фернандо Алонсо. Что же случилось? Фернандо Алонсо порвал на тестах Мерседес. Как вы знаете, во вторник, 15 декабря, проходили тесты так называемых для молодых пилотов. К молодым пилотам, соответственно, подходят те, кто, там, гонщики из Формулы-2, например, но к молодым пилотам отнесли те, кто не выступал на современной машине 2020 года. А к ним отнесли и Фернандо Алонсо, и Роберт Кубеца, здесь участвовал, и Себастьян Буйми. И Фернандо Алонсо показал лучшее время на этих тестах, опередив двух гонщиков Мерседеса Ника Девриса и Стофеля Вандорна на 2,5,5 соответственно. При этом Фернандо Алонсо показал лучшее время, чем в квалификации у Дэна Рикьярда и у Эстебана Акона, которая проходила вот в этот уикенд в Гран-при. Да, пускай там буквально на несколько тысячных, на одну десятку по сравнению с Рикьярдой, на несколько тысяч по сравнению с Эстебаном. Но, однако, человек, который по большому счету 2 года пропустил и у которого нет вката, и он так великолепно проехал, и Мерседес ничего не смогли ему противопоставить. 105 кругов замкнул за трейтинг Мик Шумахер, который тестировал Хас. Естественно, такая прыть испанца дает нам в очередной раз ответ на вопрос, почему он рвется в гонки. Конечно, после двухлетнего отсутствия было предположение, что Фернандо скуксится и то, что как Шумахер возвратился и ничего не показал, когда он вернулся в Мерседес. Но Фернандо Лонсо показывает обратное, что он гипермотивирован, то он целеустремлен, он дал интервью и сказал, что в принципе они программу выполнили, это лучше, чем ездить на машине двухлетней давности, понять, что машина этого года дает. В том числе подогнал сиденье, установил так, как ему удобно, с правильным положением педали, и говорит, что это очень полезно, потому что не придется тратить на это время на зимних тестах, потому что там будет всего лишь три дня, и по полтора получается дня на каждого гонщика. То есть Фернандо с такой позитивной нотой, возможно, состоится возвращение из пепла команды Renault уже ребрендировано в Alpine F1. Мы с нетерпением будем ждать, естественно, нового сезона, и такие позитивные новости, конечно, заряжают на то, что сезон 2021 года будет очень интересным, с таким участником, как двукратный чемпион мира Фернандо Лонсо.